Добрый день, меня зовут Денис Михеев, мы находимся с вами на стенде Savant. Savant представляет компания Digis, эксклюзивный бренд на территории России. Давайте посмотрим, что Savant представил в этом году на этой выставке. В данной части стенда Savant представляет решение по аудио-мультирум, распределению музыки в вашем доме. Здесь вы можете увидеть компактное шасси в серверную стойку, которую сразу вам дает в вашем помещении, в вашем объекте 6 зон мультирум аудио. То есть здесь есть 4 зоны усиленные, 2 зоны предусиленные и 5 источников, 1 из 5 это встроенный музыкальный сервер. Также компания в этом году представила одну из очень крутых вещей. То есть это в компактном корпусе, 2 зоны мультирум с усилителем на борту, 1 зона выхода стерео 125 ватт на канал и 2 зона предусиленная. Также здесь же включен музыкальный сервер, который вам дает потоки аудио, такие как Google Музыка, Tidal, Pandora, Spotify, возможность воспроизводить музыку через Plex сервер. То есть здесь все это включено. Второй уникальной особенностью точно в таком же форм-факторе, вот вы видите здесь в этой части подключены, находится аналогичное мультирум решение на 2 зоны. Но в отличие от этого там встроенный хост-контроллер, то есть помимо музыки он вам дает возможность управления всем домом полноценно. То есть одинаковый корпус, но разный функционал. Это очень здорово. Саван в последнее время представляет много различных решений, где хост-контроллер, то есть основной контроллер системы домашней автоматизации интегрирован в другие продукты. Может вы уже знаете, но одним из уникальных продуктов является саундбар с интегрированным медиаплеером здесь внутри. То есть помимо того, что он активный, он играет в стереозону, есть также встроенный музыкальный сервер, который вам воспроизводит музыку. И подключая в общую систему мультирум, вы получаете саундбар как источник звука, так же зону воспроизведения. То есть любой компонент дополнительный из аудио, подключенный в вашу единую систему Savant, может воспроизводиться здесь на саундбаре. И также медиаплеер, встроенный в саундбар, может играть музыку в любом другом помещении. Для этого достаточно поставить какие-либо решения от Savant. То есть, также в прошлом году Savant выпустил новые колонки. Компактная от кустика, которая может запитываться от POE порта и дополнительно питать еще 3 слей в колонки. То есть максимум у вас от одного POE порта может подключено быть 4 колонки. И в самой главной колонке здесь встроены и усилитель, и процессор, который позволяет вам из сети Ethernet вытащить аудиопотоки и воспроизвести сразу на 4 колонках. Это уникальное решение, оно позволяет масштабировать систему мультирум обычным кабелем CAT5, то есть пятой категории и выше. В данной части стенда представлены решения по домофонии. Savant производит в партнерстве с компанией 2N собственные домофоны, которые напрямую интегрированы в любой контроллер. То есть вы делаете инсталляцию домофона и получаете уникальные особенности, которые нет на данный момент у других производителей. Вызов приходит всегда на ваше приложение, может приходить вызов на внутренние сенсорные панели, на телефоны. Вызов приходит удаленно из любой точки мира, то есть главное, чтобы ваш дом был подключен к интернету. То есть мы просто нажимаем на звонок, приходящий любой, ваш гость, и вы вызов получаете на внутренних панелях. Также вам приходит пуш-уведомление на телефон, вы можете ответить, посмотреть, кто пришел. Этого недостаточно, но есть дополнительные фишки, которые Savant предоставляет благодаря партнерству с 2N. То есть вы можете просматривать прямо в приложении управления вашим домом события, которые происходили в ваше отсутствие. Это как нажатие на звонок, это движение возле домофона, это превышение заданного порога звука, либо, не дай бог, вскрытие домофона. Все это события, которые Savant хранит у себя, и вы в любой момент в одном приложении можете все это посмотреть, воспроизвести, перемотать и сохранить свой телефон. Ну и в случае непредвиденной ситуации отправить службу безопасности, если вам это требуется. Также в данной части стенда представлены решения по освещению. У нас показана интеграция с системой KNX. KNX давно интегрирована по освещению и шторам, также кейпады можно было интегрировать, но этим летом они выпустили новый KNX менеджер, позволяющий интегрировать любую систему кондиционирования, сделанную на системе KNX. Это делается гораздо проще, чем было ранее, что успешно нашими партнерами уже реализуется на территории России. Также дополнительной и одной из самых уникальных особенностей можно показать интерфейс управления освещением. То есть это технология True Image, живое управление освещением. У вас есть интерфейс, вы можете диммировать, включать и выключать цветовую нагрузку, менять цвет освещения, если это требуется. Оно меняется у вас в приложении и также меняется в реальной жизни. То есть это достаточно интересная вещь и может быть успешно применена в важных зонах, как гостиная, как кинотеатр. Это уникальная особенность, в которой нет ни одного производителя на данный момент. Также в этом году Savant представил новое решение, это интерфейс на телевизор. То есть прямо на телевизоре вы видите интерфейс управления вашим домом, включая все технологии, домофонию, True Image, реальное управление освещением. Все это интегрировано в телевизор, реализуется на базе Apple TV. Просто устанавливаете приложение и активируете этот сервис у вас на телевизоре. В этом году Savant обновил линейку хост-контроллеров. Самый минимальный контроллер и контроллер повыше, он отличается форм-фактором. Он больше стал в рэковом исполнении, то есть S2 хост минимальный, выглядит теперь вот так. Он имеет пластиковый корпус, наличие портов идентично, что было раньше. 6 ИК портов, 2 RS-232, 1 реле, 1 ИО. Также серия побольше, она выполнена в металлическом корпусе, аналогично музыкальному серверу. С таким же набором портов на борту, то есть 2 RS-232, 6 ИК, 1 реле, 1 ИО. То есть на базе этих двух контроллеров вы можете построить практически любую систему автоматизации для кинотеатра, для нескольких зон, для небольшой квартиры, для 4-5-комнатной квартиры и прекрасно пользоваться интеграцией с KNX, с ультроном, с собственным освещением, саван и так далее. То есть это достаточно хорошие вещи для любого проекта. Ну и не будем забывать, что Pro Host Controller также остался. Он остался в своем форм-факторе, в виде Mac Mini, с отдельно установленной лицензией на него. Это уже для очень крупных объектов, больших домов, возможно, замков. Замков? Нет. В нашей территории замки, конечно, не существуют, но есть очень большие виллы и дома. Это важно. В этом году также Савант показал и выпустил новый пульт. Он выглядит по-новому. Идентично сверху есть сенсорный экран с сценариями, голосовое управление. Поменялся форм-фактор. Он имеет металлический корпус. Выглядит достаточно стильно и круто. Также будут выпускаться в будущем, в ближайшем концу года, пульт с цифровыми кнопками, если требуется, и с минимальным дисплеем. Он тоже будет сенсорный. Этот пульт будет в конце года. Этот пульт будет доступен уже в этом квартале. Мы ожидаем его в марте. То есть его можно будет приобрести. И посыл в будущее будет пульт минималистичного дизайна в аналогичном форм-факторе. Просто с кнопками для управления, без каких-либо сенсорных экранов. Такие запросы тоже бывают у наших клиентов и наших партнеров. Продолжение следует...